Проблемы желудочно-кишечного тракта в первую очередь, как я не устаю говорить, это голова, ось и жигаты. Как быть, если такое количество ненужной информации сыпется на нас, и мы не знаем, что делать с этим? В первую очередь, это, конечно же, принятие. То есть шок уже у нас прошел по поводу этой мобилизации и состояния в стране. Вторая ступень – это принятие и разделение, ограждение той зоны, участка, круг, который вы очерчиваете для себя, в котором вы можете что-то сделать, и за этим кругом вы не можете ничего сделать. Что вы можете сделать внутри своего круга? Это вы можете повлиять на свои собственные мысли, на эмоции, на состояние, на состояние собственного здоровья в последующем. А за кругом вы не влияете, то есть вы не имеете влияния на внешнюю политику, на СМИ. В свой круг вы не допускаете лишнюю ненужную информацию, лишний раз вы не обсуждаете про все эти военные действия и так далее, то, что вызывает раздражение в вас, и таким образом регулируете свое эмоциональное состояние. То есть вы пытаетесь влиять и ограждать себя от ненужной информации. А потом, как часто ко мне именно обращаются пациенты, чаще всего обращаются ко мне пациенты с лебильной нервной системой, то есть люди, которые просто довели себя уже до того, что при любом разговоре они начинают либо плакать, либо так вот остро реагируют, могут просто вспилить на мелочь. То есть настолько уже истощенная нервная система, почему это происходит? Потому что мы работаем, не щадя себя, мы просто насилуем свой собственный организм, просто не можем и боимся отвергнуть в силу благо своего собственного здоровья лишнюю ненужную работу. Перевыполнить план мы обязательно должны. Мы должны прийти на больничном на работу для того, чтобы что-то там доделать. Несмотря на то, что ребенок болеет, мы все равно выходим на работу и что-то доделываем. То есть кто узнает себя в этом и что потом? А потом вы приходите к гастроэнтерологу, к невропатологу и даже к онкологам лечить более серьезные патологии. Самая большая проблема и самый большой грех для человечества, по словам Булгакова, это трусость. Давайте не будем трусливыми в отношении себя и будем защищать свои личные границы. Прекратим насиловать свою нервную систему, оградим себя от ненужной информации и будем более бережливы к себе. И только таким образом мы сможем противостоять и делать профилактику ненужных болезней, последующим, которые вылезут нам вплоть до онкологической патологии. Берегите себя!